Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На данном слайде вы видите наглядно показана классификация стигматизма. Я думаю, что все вы с ней знакомы, но мне бы хотелось остановиться на таком понятии, как физиологический стигматизм. К сожалению, многие из нас этот термин понимают по-разному. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что считается, что физиологический стигматизм – это тогда, когда цилиндрическая составляющая рефракции у пациента находится в пределах плюс 0,5 диактрии. На наш взгляд, это не совсем так. Мы считаем, что физиологический стигматизм – это тот стигматизм, который не влияет на качество зрения. Именно не на остроту зрения, а на качество зрения. Если у пациента стигматизм составляет всего лишь 0,25 диактрии, но добавление цилиндрической составляющей этому пациенту увеличивает качество зрения, следовательно, этот стигматизм не следует считать физиологическим. Астигматизм сопровождает нас всю жизнь. Как правило, дети рождаются с небольшим астигматизмом. Он составляет в физиологической норме от 1 до 1,5 диактрии. Как правило, астигматизм у детей бывает обратного типа. В дальнейшем процессе метропизации эта небольшая степень астигматизма полностью исчезает, либо его степень уменьшается до 0,25, до 0,5. И, как правило, он переходит в прямой и не влияет на качество зрительной функции. У детей астигматизм в основном бывает хрусталикового типа, как и, в принципе, у взрослых пациентов старше 65 лет. У пациентов старше 65 лет хрусталиковый астигматизм возникает, как правило, вследствие дегенеративных изменений хрусталика. У взрослых пациентов чаще всего встречается эргавичный астигматизм прямого типа. В период расцвета аккомодации, который, как мы знаем, находится в периоде от 10 до 20 лет, астигматизм может прекрасно самокомпенсироваться. И пациенты даже могут не обращать внимания на то, что они имеют астигматизм, так как острота зрения в данный момент может быть высокой 100 и 120%. Но с развитием, с изменением в дальнейшем аккомодационной функции, снижение резервов аккомодации, это начинает постепенно, астигматизм начинает постепенно проявляться. И где-то начиная с 40 лет он уже проявляется практически полностью. Это не должно быть неожиданностью для пациента, для врача и для пациента. Если пациент при сборе анамнеза говорит о том, что у него никогда не было астигматизма, и вы его определили на приеме в 25 лет, скорее всего, астигматизм был самокомпенсирован. Причина регулярного астигматизма неизвестна. Вот почему-то что-то пошло не так в процессе антогенеза, и ребенок рождается с роговицей, которая не совсем вторична, она имеет треидальную поверхность, и возникает тот или иной вид астигматизма. Кроме этого, конечно, на формирование астигматизма влияет и с формой преломляющих поверхностей, их соотношение по отношению друг к другу. Это может быть и неравномерная скривизна передней поверхности роговицы, соотношение преломляющих сил к оптической оси глазу и многие другие. То есть это то, что формирует неравенство рефракции в двух главных взаимно-перпинникулярных меридианах. Редкой причиной астигматизма является врожденная аномалия хрусталика. Оно может быть редким для нас, потому что эти аномалии выявляются, как правило, в раннем возрасте, и пациенты, наверное, редко доходят до коррекции. Чаще всего занимаются детские офтальмологи. В детском и школьном возрасте можно наблюдать так называемый ложный или хрусталиковый астигматизм, тот, который формируется за счет спазм аккомодации или за счет привычного избыточного напряжения аккомодации, может за счет гипертонуса экстракулярных мышц глазок, ну и какие-то другие причины тоже могут этому способствовать. Правильный астигматизм иногда встречается после имплантации энтракулярной линзы, как в ближайшей, так и в отдаленной послеоперационной период. Я думаю, что сегодня у нас несколько будет докладов, посвященных хирургическому лечению стигматизма, и, наверное, эти вопросы будут освещены. И уже Сергей Дович сегодня говорил, при открытии неправильно или индуцированно стигматизм сегодня встречается довольно-таки часто, и с каждым годом мы таких пациентов видим чаще и чаще. Это результат, как правило, рефракционных операций, это если мы говорим о вторичных кератоктазиях, и, конечно, это возникает вследствие первичной кератоктазии, таких как кератоконус. Опять же, благодаря развитию рефракционной хирургии пациентам перед операциями делается кератопографическое исследование, и мы таких пациентов выявляем все чаще и больше. Это не значит, что кератоконус стало больше, а, наверное, просто, на мой взгляд, стало больше, чаще выявляться. Причины и следствия стигматизма, вы знаете, хочется подчеркнуть о том, что стигматизм — это не только проблема рефракционная, как мы очень часто воспринимаем, а стигматизм, он влияет и на психологические и соматические функции развития ребенка. Это приводит к нарушению осанки, к ревелению шейного отдела позвоночника, вызывает асимметрию лица. Мы очень часто видим, что пациент занимает вынужденное положение головы, что может сопровождаться в дальнейшем остеохондрозом шейного отдела и так далее. Сопровождается головными болями, может проявляться в виде вегетососудистой дистонии. У пациентов старше 40 лет, у которых есть нагрузка вблизи и которые не имеют некоррегированный астигматизм, может вызывать снижение работоспособности, сомневость. И вот хочется еще определить, указать на то, что у детей, у которых нет коррекции астигматизма, есть такое заболевание, которое называется дислексия. Это тогда, когда дети не могут научиться быстро и грамотно читать, овладеть методикой чтения. Вот одной из таких причин может быть как раз астигматизм, так как ребенок не понимает некоторые буквы, не может их отличить. Это вызывает отсутствие желания читать в дальнейшем. Ну и, конечно, есть глазные последствия, которые могут проявляться в виде асимметрии положения глазной щели, асимметричное положение глазных яблок. Это может быть явно скрытое косоглазие нарушение бинокулярного зрения и многие другие. И что очень важно, иногда астенопический синдром бывает одним из основных проявлений астигматизма, особенно если он находится в стадии компенсации. Влияние астигматизма на зрение зависит от состояния аккомодации, естественно, от степени астигматизма, от направления оси астигматизма, от способности пациента к аккомодации и зрительных задач пациента. Астенение тоже очень важно, потому что иногда пациентам мы говорим о том, что вам нужна астигматическая коррекция, но так как у них нет важных зрительных задач, то они на это не совсем обращают внимания. И очень важно о том, что острота зрения не всегда определяет качество зрения. Последнее может быть хуже. Очень часто говорю о том, что у нас есть такая традиционно сложивая запись, когда мы пишем «острота зрения единица с двумя ошибками». Почему возникли эти две ошибки в 10-й строке? Скорее всего, именно потому что у пациента есть некоррегированный астигматизм, который допустил две регулярные ошибки, две одинаковые ошибки в определенных оптотипах. Диагностика астигматизма складывается прежде всего из жалоб пациента. Нужно внимательно выслушать пациента. Если астигматизм компенсирован, то жалоб не может и не быть. Может быть единственная жалоба – это астеномические проблемы. Если астигматизм некомпенсированный, то чаще всего пациенты жалуются на четкое зрение. Очень важно подсказать пациенту, может быть, подсказывать каким-то образом, чтобы он понял важность этого, сталкивается или нет. Это то, что у пациента может снижаться острота зрения именно вечером. В сумерке, когда есть недостаточное освещение, это приводит к расширению зрачка, следовательно, астигматический компонент аберрации увеличивается и снижается качество зрения, которое пациент может оценить. Что касается детей, то чаще всего, наверное, обращают родители. Дети, как правило, не жалуются, когда дети приходят на прием и спрашиваешь их, что тебя, мам, беспокоит. Конечно, его не беспокоит ничего, беспокоят родители. И родители могут заметить вынужденное поважение головы, близкое рассматривание предметов, нежелание читать книги, ну и какие-то другие подобные изменения. Астигматизм довольно часто обнаруживается случайно при исследовании рефракции. В детском возрасте диагностики астигматизма помогает проявление симптомов дезадаптации, например, такое, как появление косоглазия, либо амплиопии. Очень важно при сборе анамнеза стоит уделить внимание существующей коррекции. Вообще пациент был коррегирован, пользовался астигматическими очками или нет, а также зрительных потребностей этого пациента, так как мы коснемся чуть позже, это будет очень важно для формирования мотивации к адаптации, к коррекции астигматизма. И, конечно, в процессе беседы, при сборе, на этапе сбора анамнеза очень важно выяснить лояльность пациента к тому или иному методу коррекции, который впоследствии мы можем предложить пациенту. К симптомам при астигматизме, внешним соматическим проявлениям, я уже не о них говорил, это может быть изменение осанки. Это тогда, когда пациенты, рассматривая мелкие детали, прищуриваются, то есть возникает эффект диафрагмирования. Это вынужденное положение головы. Очень часто дети и взрослые смотрят из-под лоб, и это не значит, что они к вам таким образом настроены, просто им так четче и лучше видно. Для диагностики инструментальной мы применяем субъективные и объективные методы. Это в качестве ориентировочных тестов у чистой фигуры Снеллина. Я думаю, что она сейчас доступна в каждом кабинете. Она входит в состав любого проектора знаков. Также к субъективным методам относятся это визометрия и субъективная рефракция с применением, с уточнением кросс-цилиндрами, дискиоскопия, ретиноскопия, авториев-кератометрия и кератопография. Я очень прошу всех офтальмологов, автометристов, когда вы проводите авториев-кератометрию, не делайте только рефрактометрию, потому что рефрактометрия вам даст представление только об общем астигматизме. Вы не сможете дифференцировать роговичный или хрусталиковый. Для этой дифференциации необходимо сделать кератометрию или кератопографию. Кроме этого, нам важны дополнительные методы исследования. Это оптическая биометрия. Она сегодня доступна, сегодня не нужны. Это бесконтактные методы, возможно, и у детей проведение оптической биометрии. С помощью оптической биометрии мы можем оценить длину глаза и понять, сколько в этом астигматизме присутствует амитропия, то есть миопия или гиперметропия. Иногда нам помогает оптическая пегерентная томография роговицы посмотреть состояние, в том числе и рейдиного и заднего отрезка глаза. Исследование периферии для нас, конечно, важно. И важно исследование аккомодации, потому что некоррегированный астигматизм является причиной коммунационных нарушений, в частности, в нарушении, в том числе, бинокулярной системы. В целом, сегодня в нашей программе будут доклады, которые более четко разовьют эту тему. При постановке диагноза важно учитывать данные рефрактометрии, данные кератометрии. Перед постановкой диагноза необходимо перевести данные рефракции в отрицательный цилиндр. И обратите внимание, что если есть сочетание астигматизма, то есть если мы видим сложный астигматизм, а сочетание его с амитропией, то степень амитропии определяется по значению слабого меридиана. На наш взгляд, использовать сфер-эквивалент для определения степени амитропии не совсем целесообразно, так как при сфер-эквиваленте возникает в результате смешанный астигматизм. Существует два подхода для лечения астигматизма. Иногда мне говорят, что астигматизм не является болезнью, его не нужно лечить. Но тем не менее, конечно, если мы видим у пациента какие-то другие изменения в виде нарушения бинокулярного зрения, амплиопии, то мы должны подойти стратегически к этому и не только провести коррекцию астигматизма, но и еще предложить дополнительное лечение тех симптомов адаптации или осложнений, которые возникли. Конечно, если мы видим, что астигматизм не является осложненным, что это действительно только рефлекционная ошибка, то в данном случае нам необходимо всего лишь добиться оптимальной страты зрения и предложить наилучший метод коррекции, которых на сегодня достаточно много. То есть за последние годы, десятилетия, настолько изменилась возможности пациентов в коррекции и возможности врача для выбора того или иного метода коррекции. Их достаточно много. Конечно, это очковая коррекция, это контактная коррекция, ортокератология, рефракционная хирургия и комбинация вышеуказанных методов. Вот как раз задача, как говорил Сергей Удальевич с сегодняшней конференции наших рефракционных чтений попытаться донести, разобраться в тех методах коррекции астигматизма, которые сегодня существуют. Для показаний для коррекции астигматизма обязательно, на наш взгляд, необходимо коррегировать астигматизм, если это есть декомпенсированный астигматизм у детей, если астигматизм у детей при наличии симптомов дезадаптации, если есть слабость и неустойчивость аккомодации. Мы считаем, что обязательно необходимо коррегировать астигматизм при призвяпии у взрослых и при нерегулярном астигматизме. А вот все остальное можно отнести к условно-обязательной коррекции, то есть по желанию пациента. Мы должны пациенту предложить, но пациент имеет право принять или не принять тот или иной метод коррекции, либо отказаться от него. Это астигматизм в любой степени, когда добавление цилиндрической составляющей повышает качество зрительных функций, и тогда, когда астигматизм в пределах физиологического, если на другом имеется астигматизм, требующий коррекции. Противопоказания коррекции астигматизма мы выносим на первый план, это отсутствие мотивации коррекции астигматизма. Я думаю, что все мы с вами сталкивались с этой проблемой. Я думаю, что все мы сталкивались с этой проблемой, когда мы пациенту объясняем о том, что необходимо коррегировать, но пациент не готов к этому. Если мы пациенту будем навязывать ношение средств коррекции, то, как правило, через какое-то время он вернется к нам и будет жаловаться на непереносимость, неадаптацию. Это именно связано с отсутствием мотивации. Поэтому мы должны либо выяснить наличие мотивации, либо сформировать эту мотивацию у пациента. Другим противопоказанием, тоже очень важным, является индивидуальная неадаптация к оптическим коррекциям. Конечно, такое бывает, бывает крайне редко, но если у нас есть неадаптация к оптическим методам коррекции, то не забывайте, что есть хирургическая коррекция, которая в данном случае, наверное, может быть более эффективной. И невозможность применения того или иного метода коррекции астигматизма. Важно, что при выборе метода коррекции астигматизма важно учитывать всю диагностическую картину, которую мы с вами можем определить. Это величину астигматизма, типы астигматизма, вид степени сопутствующей амитропии, возраст пациента, возможности и результаты субъективного исследования, характер зрительной нагрузки. Дело в том, что каждый момент из этих данных может быть индивидуальным противопоказанием для того или иного метода. Рассмотрим более подробно, остановимся на очковой коррекции. Конечно, у очковой коррекции есть преимущества. Прежде всего, это доступность, в том числе и в финансовом плане. Понятно, что сегодня пациент может очки купить в любой оптике астигматической в том числе. Это отсутствие дополнительных временных затрат, в отличие, к примеру, от контактных линз, за которыми нужно ухаживать каждый день. Это возможность моделировать изменения силы коррекции. Это тоже очень важно. Мы можем в течение месяца, в течение полугода поменять коррекцию пациента в очках, изменить направление оси при необходимости. Это относительная стабильность направления оси цилиндра. Обратимость эффекта коррекции, что тоже очень важно в очковой коррекции. Это возможность комбинации или замены на другие виды коррекции. И возможность достижения эффекта мультифокальности. На наш взгляд, наверное, сегодня очковая коррекция все же является наиболее эффективным средством создания мультифокальности. То есть, возможности пациенту с пресбиопией достаточно хорошо видеть вдаль и вблизи. Это может сочетаться в том числе и историческими линзами. Это относительная безопасность и сочетание нескольких методов. Например, это контактные линзы, либо очки для дали поверх контактных линз. К недостаткам очковой коррекции они тоже есть. Это можно отнести, я только что говорил, что в принципе в контактных линзах положение, извините, в очках положение оси стабильно. Но, тем не менее, очки могут деформироваться. При любой деформации очков может привести, любая деформация очков может привести к смене направления оси цилиндра, к изменению положения по отношению самой линзы, по отношению поверхности глаза. Очки влияют на величину ретинального изображения, поэтому если у пациента есть анизомитерапический астигматизм, то, конечно, это будет важным фактором. То есть влияет на поле зрения, не всегда эффективно при нерегулярном астигматизме, поэтому при нерегулярном астигматизме мы чаще всего применяем специальные контактные линзы. И отсутствие комфорта с офтальморгономической точки зрения, то есть зрительная свобода пациент привязан к очкам. Не всегда детям удобно заниматься спортом, но и не всегда дети себя комфортно чувствуют, и взрослые тоже. Очки имеют определенный вес, поэтому, когда мы видим, к нам приходят на прием дети с гиперметерапическим астигматизмом, например, линзы плюс 6, цилиндра минус 2, понятно, что эти очки не могут фиксироваться четко, они сползают с лица ребенка и неэффективно корригируют. Какие особенности подбора оптической силой линзы для пациента? Первое, это очень важно определить определение объективной рефракции любым доступным способом, который у вас есть. Но объективная рефракция, это объективная рефракция, мы с вами не живем в условиях объективной рефракции, мы живем в реальном мире, поэтому необходимо на втором этапе уточнить субъективным методом с помощью фармоптера, либо набора пробных очковых лиц, с помощью кросс-цилиндра, это уточнить субъективным методом цилиндрическую составляющую. Следующий этап, это адаптация к субъективной рефракции в кабинете врача, то есть насколько пациент может адаптироваться к тем очкам, которые вы ему хотите подобрать. Следующий этап, это определение требуемой коррекции. То есть мы разбиваем диагностику и выбор средств коррекции очков на два этапа. Первое, мы определяем максимальную коррекцию с максимальным значением цилиндра, второе, мы определяем требуемую коррекцию, которая может не соответствовать в итоге той полной коррекции, которую мы с вами выбрали. На этом же этапе мы выбираем оправу, я чуть позже остановлюсь, это очень важно, правильный выбор оправы. И пятый этап, это адаптация к готовым очкам, которые может занимать длительное время. От чего будет зависеть адаптация? Прежде всего она будет зависеть от правильности выбранной оправы. На что мы должны с вами обратить внимание? Это касается не только оптометристов, это очень важно для офтальмологов, которые, на мой взгляд, тоже должны дать рекомендации, не только выписать рецепт на стигматические очки, но все же порекомендовать, как правильно подобрать оправу. Мы очень часто с вами видим вот так подобранные оправы, которые вы видите в картиночке внизу слайдах, когда у детей центр зрачка находится выше центра линзы, в очковой, либо дети смотрят поверх. Например, это все приводит к тому, что качество коррекции теряется. Поэтому, что очень важно, это важно, чтобы форма светового проема оправы была максимально приближена к округовой форме. Таким образом мы уберем те аберрации, которые возникают за счет периферии астигматической линзы. Световой проем в то же время должен быть минимальным по размеру. Понятно, что не всегда у нас это получается, в России у нас немножко другой тип лица, когда лицо довольно-таки широкое, между центром расстояния незначительно, приходится децентрировать линзы. Так вот, децентрировать линзы в астигматических очках не рекомендуется. За исключением одного, если это простые цилиндры. Если вы выписываете очки цилиндрические сфера 0 цилиндр любой, то в данном случае децентрация допускается, так как оптического центра не присутствует. В связи с этим, если у вас у пациента есть такая проблема, то мы иногда рекомендуем разбить коррекцию на две части. Сферу закрыть мягкой контактной линзой, а поверх мягкой контактной линзы выписать очки с простым цилиндром, который уже обеспечит более оптимальную коррекцию. Желательно, чтобы центр светового проема соответствовал центру зрачка. Недопустима децентрация, я уже говорил об этом. И оправа, конечно, должна быть удобной и хорошо фиксированной. Я думаю, что сегодня еще будут как раз доклады про коррекцию астигматизма. И на наш взгляд, если ребенку хорошо качественно подобраны очки, если ему хорошо подобрана оправа, то ребенок не будет отказываться от ношения астигматических очков, так же, как и взрослый, если это улучшает качество зрительных функций. Для этого у детей необходимо иногда фиксировать очки, для того, чтобы им было комфортно и удобно. Что влияет на успешность адаптации? Возраст, конечно, влияет, но незначительно. Вот тот наш традиционный подход, когда мы сдаем пациенту о том, что носили ли вы раньше астигматические очки, и опираемся на опыт использования, если пациент пришел в возрасте 40 лет, 50 лет и не носил очки, то, к сожалению, часто сталкиваются с тем, что врачи не рекомендуют астигматические очки. Возраст не влияет на сам подбор. Возраст влияет только на адаптацию, на более длительную адаптацию. Но что же в первую очередь влияет на адаптацию? Это мотивация пациента, и, конечно, это профессионализм специалиста. Ведь роль врача, офтальмолога, оптометриста не только выписать рецепт на астигматические очки, но нужно еще объяснить, как правильно пользоваться, как будет протекать период адаптации, для того, чтобы пациент в этот период был готов к тем или иным проблемам. И понимал, что это проблемы предсказуемые, которые имеют временное значение, временный эффект. Конечно, на успешность адаптации влияет наличие симптомов дезадаптации. Воз с первичного назначения. Если это маленький ребенок, мы с вами все прекрасно видим, назначаем очки 8-10 лет, ребенок одел, в оптике очки ушел, и проблем нет. Если мы назначаем в 30 лет, то для адаптации может требоваться некоторое время. Вот этот период адаптации, он зависит не столько от того, как вы выписали очки, а скорее всего от лебильности головного мозга, да, насколько аналитический центр головного мозга могут привыкнуть к той картинке, которая образовалась после коррекции на сетчатке. Потому что чем дольше человек живет с другой картинкой, мозг уже к ней принимает, воспринимает ее по-другому. И вот это новое изображение приводит к диссонансу, восприятие, к которому как раз человек и адаптируется. Что может быть в процессе адаптации? И мы считаем, что это абсолютно норма. Это может быть головная боль в затылочной области, это тяжесть в области лба, это головокружение и другие проявления вестибулярных нарушений. Это зрительный комфорт, необходимость так называемой настройки глаза, для четкого видения. Это может быть приходящая гиплопия, например, при амблиопии. И может быть снижение остроты зрения на лучше видящий глаз. То есть если у пациента была низометропия, и он не пользовался, в основном пользовался одним глазом ведущим, а ведомый глаз не был коррегирован. И после того, как мы ему назначаем полную коррекцию на ведомый глаз, ему кажется, что вдруг его основной ведущий глаз стал видеть хуже. Это субъективное такое ощущение. Вы знаете, когда пациенту задают такой вопрос, видите ли в очках кривые поверхности, кривой ли пол и так далее, конечно, будет у пациента кривым в тех очках первоначальных, которые вы подобрали. Это не значит, что вы их подобрали неправильно. Просто та картинка, которой привык глаз, которой привык воспринимать головной мозг, она поменялась. И поэтому нужно какое-то время для этой адаптации. Срок адаптации зависит, еще раз, от возраста назначения астигматических очков. Чем старше возраст, тем больше период адаптации. Если мы берем пациентов в возрастной группе 40+, или 60+, то там адаптация может достигать 1-3 месяца. Как я уже говорил, это зависит от лебильности головного мозга. Сделать предварительное заключение о сроке адаптации и вообще адаптации в целом. Возможно, уже переберевочная адаптация в кабинете врача. То есть, насколько пациент комфортно привыкает к этим очкам, которые вы ему надели в пробной оправе. Вы знаете, вот очень важно, что иногда пациенту стоит дать время для осмысления необходимости в астигматических очках. Если вы чувствуете, что пациент не адаптируется быстро, то, может быть, пациенту стоит объяснить еще раз, дать время, чтобы он подумал, почитал об астигматических очках и вернуться еще раз к подбору этих очков. Что касается контактных лиц, то контактные лица наиболее приоритетны. Это более предпочтительный метод коррекции при астигматизме, потому что они вызывают меньше искажений, меньше аберраций. Они не вызывают привыкания. Контактные лица можно надеть в любом возрасте, и адаптация будет очень быстрая. Понятно, что у контактных лиц, как у самого метода коррекции, есть показания и противопоказания, которые необходимо учитывать. Для контактных лиц мы можем использовать как мягкие контактные лица, сферические, теорические, индивидуальные, так и газопроницаемые контактные лица. Мы их еще называем жесткими, хотя термины жесткие сейчас не используются, потому что под жесткими лицами поднимаются линзы с полиметилметрогреватой, с небо газопроницаемого материала. Поэтому все же правильно мы говорим. Газопроницаемые контактные линзы, которые могут быть роговичными, склеральными, ортокертологическими, в нашей программе, в программе конференции о всех этих методах будет доложено сегодня. У вас будет возможность послушать. К недостаткам контактных линз относится то, что это инвазивный метод. Если это ребенок, то мы должны понимать, насколько родители адекватно будут ухаживать за этими контактными линзами. Мы должны понимать, что есть возможность инфицирования сложнее как со стороны роговицы, так и со стороны конъюнктивы. И, конечно, это требует дополнительных временных и финансовых затрат. Иногда это бывает неудобно детям, когда они перед школой торопятся, пытаются надеть контактную линзу. Не всегда получается. Поэтому эти факторы тоже нужно учитывать. Контактные линзы стандартные. Они, как правило, корригируют роговичность. Ну, вообще общий астигматизм корригирует до 3-х диаптрий. Если у пациента цилиндр выше 3-х диаптрий, то в данном случае можно применять индивидуальные, кастомизированные мягкие контактные линзы, которые могут быть более в широком диапазоне. Они могут коррегировать амитропию от плюс-тридцати до минус-тридцати и с цилиндром до минус-десяти. Но нужно понимать, что если роговица слишком торичная, то мягкая контактная линза не будет иметь желаемой стабильной посадки. В данном случае, если все же цилиндр 5-6 диаптрий, то предпочтительно остается применение газопроницаемых контактных линз. Что касается хирургической коррекции, то на сегодняшний момент астигматизм является одним из трех основных показаний для проведения к семеро-лазерной коррекции. На сегодняшний момент все виды лазерной коррекции, но я думаю, что об этом чуть позже, наверное, расскажут, все виды лазерной коррекции, ФРК, ЛАСИКС, МАЭЛ-технологии позволяют проводить коррекцию астигматизма, но в зависимости от технологии в той или иной степени. Ну и кроме этого используется имплантация фактичных и фактичных теоретических ЙОЛ. Уважаемые коллеги, вот об этом нужно обязательно помнить и знать, потому что пациенты, мы должны им дать выбор. Выбор, он должен быть у пациентов. Многие не знают, что можно поставить интерокулярную линзу и таким образом избавить пациента от ношений контактных линз левоочков и чувствовать себя более комфортно. У хирургической коррекции есть свои преимущества и недостатки. Еще раз, наверное, сегодня мы об этом уже будем касаться. Поэтому у меня все. Спасибо огромное за внимание. Если у вас есть вопросы, то я готов ответить на них. Александр Владимирович, спасибо большое. Тут есть несколько вопросов, но если вы позволите, я только два из них задам вам. Да, конечно. Один довольно широкий вопрос. В каком случае корректируется астигматизм у детей при отсутствии жалоб? Может быть, коротко как-то можно сказать? Да, можно. Вы знаете, если у ребенка нет жалоб, мы корригируем астигматизм именно тогда, когда у него есть нарушение аккомодационных функций. С чем мы и сталкиваемся? Дело в том, что при особенном миопическом астигматизме у нас всегда один фокус находится пересетчаткой, поэтому нет стимула к аккомодации. У этих детей есть уменьшение амплитуды аккомодации. Если мы это видим, то, конечно, нужно коррегировать для того, чтобы восстановить область аккомодации и, следовательно, амплитуду аккомодации. И второй вопрос, короткий. Удается ли вам подбирать мягкие контактные линзы после различного рода рефракционных операций лазерных? Это получается или нет? Это получается, но дело в том, что после лазерных операций роговица приобретает более плоскую форму. Мы видим кривизну роговицы 8,4, 8,6, 9,0. Поэтому мягкая контактная линза в данном случае не имеет стабильной посадки. Либо мы делаем мягкую контактную линзу большим диаметром, 14,5-15 мм, чтобы за счет этого ее зафиксировать. Но в данном случае идеальным методом коррекции являются склеральные контактные линзы, которые как раз несут... У них другой метод фиксации, и поэтому для них изменение кривизны роговицы не имеет большего значения. Поэтому все же мы предпочитаем назначать газопроницаемые склеральные контактные линзы. Спасибо большое. Спасибо. Вопросов больше нет? Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...